Говенок, как в Советском Союзе, как раньше был, но так и есть, ничего же не меняется. Те же самые эти, которые не умели работать, они так и не умеют, они даже уколы. Том, ну смотри, я с тобой не соглашусь, ну как не умеют? Я скажу тебе, что медицина на самом деле делает рывки, серьезно, не то что рывки, оно прям идет с таким повышением, очень серьезные операции делают, на сердце, на печень операции. Это, ну, не в Николайске, почему, тут надо ставить вопрос-то, почему в селах, почему в деревнях, вот в наших, вот этого нету. Исключена даже возможность получить эти услуги для многих. Вот ты что сейчас сказал, у тебя нету по 10 штук на пломбу, да? Я с тобой совершенно согласен, и у меня нету, при этом я работаю, елки-палки, я работаю немало. Ну сколько у тебя в процентном отношении уходит от зарплаты на квартиру, на все? 3, 15 тысяч, 34 тысяч. Ну чисто свой бюджет, бери вот просто вот отдельного. Почти половина. Ну вот, на еду сколько уходит? Ну вот смотри, ты можешь позволить себе каждый день есть хлеб? Хлеб могу. Колбасу можешь позволить каждый день есть? Ну вообще позволить то, что ты хочешь есть, можешь? Нет. Ну можешь позволить себе вообще хотя бы есть каждый день? Ну вот поздравляю тебя, ты живешь лучше, чем среднестатичный человек в Индии. Вот именно такой риторикой сразу сбивают с мысли людей, которые с ними начинают говорить. Ну вот я имею ввиду с нашими местными здесь, власть имущими, так сказать, да? Ты начинаешь там, вот это то, вот дороги ямы-канавы, а вот вы знаете, что вот здесь вот была такая дорога, что вот мы еще сделали, вот хотя бы яма-канава, короче, радуйтесь этому, понимаешь? И вот эта риторика, все, в этой риторике начинают тонуть все здравые доводы, все здравые мысли начинают тонуть. И ты уже думаешь, бляха-муха, они же бляха-муха на нас работают, для нас стараются, а мы же такие это. Вот Крыжов был Олег Георгиевич, царствие небесное. Что-то там, не знаю, поговорят в чем-то усомнился, потом что-то раз батарейка у него встала в сердце. Знаю, много разное говорят, но я думаю, что это, конечно, до неизбежности определенного рода. Жарко еще было достаточно, не знаю, как это связано все. Но он, я помню, говорил в 2017 году, не в 1917, а в 2017 году, он говорил такое, что вы без администрации, вот вы типа на администрацию гоните, а без администрации вы гоните не его стиль, он вообще избегал вульгаризмов, сразу скажу, говорил четко, у него поставленная была речь, как у Ивана Ивановича Костырина, четко поставленная, человек знает вопрос, в котором работал. Вот он говорил, без администрации выгодят все в говне утонете, вот так и сказал. Я почему говорю, что он вульгаризмов избегал, но здесь так вот именно сказал, именно в говне утонете. И я скажу, я скажу, что возможно он отчасти был прав. Нет, понятно, но дело в том, что нормальные люди работают. Я согласен, что да, да, короче, там люди сами, сами серуют, извините, из окон кидают, в канавы там один к другому соседу льет там свое, извините, меня овно выливает, порцию этого овна может вылить. Ну, вообще, просто люди сами по себе как-то, можно сказать, да, ведут себя, ну, недостойно. Но, но, смотрите, если в больнице, в стоматологии нет врача, допустим, с нового года, да, и какие-то там оказываются услуги, там, заходите, экстренные услуги. А кто же эти экстренные услуги-то оказывать будет, тут тоже непонятен вопрос. Так же, как вопрос такой, что мы лили в баке себе под видом 80-го топлива, здесь в Николаевске, да, когда топливо уже не производилось. То есть, что мы такое лили, наверное, что-то лили. Наверное, это топливо было такое, примерно то, что ложат к нам на асфальт. Так отсвечивает сильно прям солнце. Ну, то же, что ложат на асфальт, да, ну, примерно то же там, как, если манго-манго послушать, и повар придумал ужин, немного крупы перловые, немного пыли дорожные, солдат не умрет голодный. Вот так же с дорогами, там, чутка гвадрона, остальное то самое, которое, которое, которое. является продуктом этой, как это называется, не знаешь, не биосинтез, переработки кишечной, ну, как это, метаболизма, о, слово-то такое вспомнил. Один из этих самых московетий, ипательных терминов. Так вот, о чем говорили-то? Не знаю, тюнь, я понесла. И тут от ста по понесло. Короче говоря, это был такой утренний, утренний такой... Короче, это утреннее настроение. На улице просто смотрите, на улице вообще супер. Погода, выходные. Роман Зайцев. Живу на ДВ, друзья. Редко прошу, но поддержите лайкосиком. Дарю настроение. Чем больше лайкосиков, тем больше настроения. Все равно мы живы, город жив, будем жить, давайте радоваться. И жить, чтоб кровь кипела в жилах. Продолжение следует...